Не говори, тетенька, сладкий момент. О, готыт. Ханука самэх. Веселый хануки. Что там еще? Хануки самэх. И Росходыш самэх. Росходыш самэх. Росходыш самэх. Росходыш ханука. Да, это замечательно всегда. Значит, именно ровно по этому поводу в Арбатурим написано, что каждый день нужно читать псалом соответствующий Мейньяна де Йома в соответствии с тем, о чем этот день. Так, например, в Росходыш надо читать псалом Бархинавши, а в Хануку надо читать Мизмор Ширхану Кадхабай. То есть 30-й псалом. Но мы Бархинавши не будем сегодня говорить, а вот о 30-м есть о чем поговорить, потому что он... Так Бархинавши читает утром, вечером же. Да, конечно. Смотрите, я ведь из хасидских таких кругов, поэтому псалмы, кроме тех, которые прямо прописаны в Сидури, до полуночи не читают у хасидов. И псалмы не принято читать после заката солнца до полуночи. А после полуночи читают Тикунхацот, где полно псалмов уже. Я опять, я не говорю, что это правильно, неправильно. Посмотрите, по этому поводу, вот когда в Сидури Носыхашкинас читают там в Емим-Нураим, в Салом этот самый, о Чуве, да, то, скажем, в Носыхе, в Хасидском, в Носыхашкинсфарад, его читают в Минхе, а в Марию не читают именно по этому поводу, потому что они не любят читать вообще псалмы после захода солнца. Другой разговор, что там те, которые предписаны, там, скажем, во многих общинах, вот этот Мизмор Ширханукат Габаит, Ладовито, 30-й псалом, читают во время зажигания свечей. Не все, и, кстати, скорее, мало, чем много это делают, но, тем не менее, в это время его читают регулярно. Но замечу, что этот псалом он входит в каждодневную службу вообще-то. Вот. И вот это нам будет любопытно, почему. Значит, давайте мы его посмотрим вначале. Прежде чем обсуждать. Так, а сусулька, понять, который из них тут какой нужен. Получилось, да? Итак, давайте читать. Мизмор Ширханукат Габаит, Ладовид, Арумимха Адонайки Делитани, Вылос Симахта, Ой, Ваэлит. Ладно, как там правильно читать, потом покажу. Итак, Мизмор Ширханукат Габаит, Ладовид, псалом в день новоселья, наверное, или освящение дома. Давида. Привознесу тебя, превозношу тебя, Хашем, за то, что вообще-то поднял меня, за то, что вытащил меня и не дал врагам радоваться, торжествовать надо мной. Хашем, Элокай, шивите Элока витерапейн. Хашем, мой Бог, я молился тебе, и ты меня вылечил. Хашем, ты поднял из бездны душу мою, сохранил мне жизнь, не дал от спускания в могилу, вот дословно. Пойте Хашему преданное ему, славьте святое имя его, славьте память о святости его, ибо гнев его, вот здесь Кирега Баапо Хаим Берцоно, ибо момент в гневе его жизнь, по воле его, вечером засыпаешь в слезах, а утром радость, я сказал в беззаботности своей, не споткнусь никогда Хашем, по воле своей, ты поднял меня, установил меня на твердыне неприступной, гестарта панеха каэти не вгань, но когда ты скрыл лик свой, я был в ужасе, тебе Хашем буду, тебя Хашем позову, к владыке своему буду умолять, ма бэцэ бэдами, какая выгода тебе Хашем, если в моей крови, пролитой мною крови, если я спущусь в могилу, будет ли прах воздавать тебе к валу, будет ли он возвещать истину твою, услышь Хашем и пожалей меня, Хашем будь мне помощь, ты превратил траур мой в танец, был дословно, ты гафахта миспадзилы махоль, гэспадзилы махоль льи, пятахта сакай, саки, дал мне снять вредище и облачился в праздничный наряд, чтобы петь тебе вот что за кого-то это отдельный разговор, ниже поговорим, значит, лава твоей и не умолкать, Хашем Бог мой всегда буду благодарен тебе. Ну, если чтение, как я уже много раз показывал, это вот так. Мизмор ширка нукат габает ледавит, аронимха гашенки ділітані, волосимата ой, байли, гашем елокай швиті елеха ветерапині, гашем гэллі та міншоль навші, хаятані м'ярдівор, замрул ладанай хасідав, ходу лезехар кучо, керега баапо, хаим берцоно, баэрф ілі вбэхі улево карріна, ані амарті бешалві, баэл ебут ладав. Аданай берцонха гаамата бахараре ос, естарта панеха, хаїти нибгаль, елеха аданай екра, вэль аданай ма беца бедамі бэріці эль шахат, ха юрет га йодэха афар, ха егіт амітеха, шма аданай баханені, аданай не озерлі, га хафта місаді ламахоль, і тахта сакі, бета азрэда симха, ламан язамрухавот, воно дідам аданай алухай, ло адам одэка. В чтені нічого сложного, а ежели шір ха лукат ха байет, песнь освящения дома или новоселья. Вот в этом смысле значит, Мальдем откровенно пишет, мы нічого не нашли в содержании цалма, связанного с новосельем. Ну, посмотрите, что на самом деле здесь сказано? Я превозношу Хашема за то, что он откуда-то вызволил меня, врагам не дал торжествовать на нему, исцелил меня, вытащил душу из бездны, что его гнев прошел, я сказал беззапознанно никогда не споткнусь, но это ты даровал его мне, и когда-то склыл лик мой, объяв меня ужас, какая польза начинается торговля, если прольется кровь моя, услышь, пожалей, но ты превратил травму ликования, дал мне сидеть в ритяще, облачиться в праздничный наряд, поэтому не умолкая по его славе по им. Где здесь новоселье во всем этом рассказе? Это пункт первый. Пункт второй, особенно у современных авторов, это надо читать все, что по этому поводу написано, во втором стихе не дав врагам торжествовать надо мной. Было семахто ойвайли. Не обрадовал моих врагов мне, это слово, надо мной. Какие враги? Где враги? Дальше никаких врагов ни слова нет. Нет ни слова о победе, нет ни слова о врагах. откуда взялись эти враги, что они здесь делают и почему они упомянуты вообще? В третьем стихе я молился тебе и ты меня вылечил, исцелил. Ну, ежели исцелил, значит, была болезнь. И опять про болезнь ни слова. то есть, как бы три первых стиха, которые как бы описывают историю автора, который пишет это, который это сочиняет, они как бы никак не связаны с ни с чем дальнейшим. Это совершенно другая какая-то история. И вот здесь становится и на самом деле действительно главный вопрос, это вопрос Мальбима. Как это связано с Новосельем? Ну, и уж тем более с Ханукой, с праздником Ханукой. Причем я замечу, разумеется, я достаточно умный человек, и все мы достаточно умные люди, чтобы придумать, как связать то, что здесь сказано с праздником Ханукой. Что-нибудь придумаешь. Но нам бы хотелось что-нибудь естественное, непосредственное, связанное с текстом псалма. Потому что заголовок низмо ширх Ханукат Хабая, низмо песнь Новоселья, нам бы хотелось что-нибудь все-таки понять, почему автор считает нужным это Новоселье сюда прикрепить этот заголовок. Вряд ли это случается. Значит, давайте, вот как это ни странно, вот в чем всегда проблема, когда читают псалмы. это ну, я знаком был с людьми, которые читали Сидур, не понимая практически ни слова, и платы когда читали. Это уже молитва, эмоции. По этому поводу еще большой вопрос, насколько нужно понимать это, то, что здесь написано. Тем не менее, вот в этом смысле есть очень показательный комментарий, который вот к мизмор шир. Я как-то упоминал, что слово мизмор, лазамер, это мелодия. Это мелодия в музыкальная составляющая. А шир песня это слова. Так вот, земра это именно когда хотят сказать про мелодию. По этому поводу все псалмы в каком-то смысле это мелодия. А мелодию, толковать мелодию. Я, конечно, слушал свои биографии музыкальных критиков разных, которые пытались не растолковать смысл той или иной мелодии. Не то, что я говорю, что они неправы. Правы. Не сомневаюсь, они правы. Они пытались истолковать, как это должно повлиять, что я должен ощутить, когда слышу ту или иную музыку. Тем не менее, когда слушают мелодии и когда слушают музыку, мозгов-то, в общем, не очень нужно. Потому что это проходит по другим каналам. Как бы вот совершенно не случайно Хасиды очень любят приводить этот мидраж по поводу того, что Гейхаль чертог мелодий небесный чертог мелодий находится столь высоко, что его скверна уже не касается. И мелодия, она как бы не принимает никакой скверны, даже скверна водозора. Вот текст может принять скверну. Он может быть, представьте, какой-нибудь пахабный текст или там идолопоклонский текст, он может принять что угодно. А мелодии нет. Мелодия может спокойно путешествовать. Я как-то пришел в хоральную синагогу со знакомым с консерваторским образованием. И там пел хор, он хмыкнул и стал называть мелодии что поет хор и произведения. Там Кейковского хватало, Вагнера хватало. Пару пустиков. Я уже говорил, что 92-й, кажется, псалом еврейская община города Вена Шуберту заказала написать музыку. И он написал что-нибудь. До сих пор располняет кучу мест. Прямо еврейский текст написал там. Музыка, которая ложится в еврейский текст. так вот Мисс Мор это песня, Шир это содержательная вещь. Если хотите пелотия это проявление души, а Шир это разум, это где-то уже появляется, там уже разум появляется. Я понимаю прекрасно, что у поэтов разум устроен не так, как у людей. Тем не менее, у них тоже система мышления отличается от системы нормального человека. Но на то они и поэты. Тем не менее, вот это соединение, когда поет душа вместе с телом Мисс Мор Шир, да, это вообще уже интересно. То есть мы увидим дальше вот это подводное течение души и тела, оно совершенно фантастически идет во всем этом псалме. да, слово ханука, то, что это пшат, это новоселье, ну, если быть точнее, первое использование чего-то, например, ханукат и мизбэх, это мероприятие по случаю первого использования мизбэха по прямому назначению, и ханука в этом смысле вообще, ну, я не буду сейчас рассказывать историю праздника хануки, но ханука это, ну, собственно, первый день хануки это праздник в честь первого жертвенника, построенного во втором храме. задолго до событий маковейских это происходило, так что там довольно существенный момент, этот период был назван ханукой до маковеев еще. Оно изменило смысл, но обратите внимание, что маковеи тоже действовали именно вокруг жертвенника, их основная деятельность была вот в эти восемь дней, они перестраивали жертвенника, разбирались, собирали по новой жертвеннике. В этом смысле слово хенух, кстати, оно библейское, оно библейское, в смысле воспитания, оно очень любопытное, это подготовка ребенка к независимой и нормальной функционированию в жизни. Значит, давайте вот сюда во втором стихе. Аромимха здесь нет никаких проблем с этим словом и здесь надо просто вспомнить значит зэ ілі ва навэгу это мой Бог і я його прославлю локай аві ва ромэмэгу Бог отца моего і я його возвышу от слова рум рум подымать возвышать над землей а рум а рум рум гашенки дилетані вот теперь вот с этим дилетаніем вот с этим вообще слово редко в Танахе ну если хотите там пять раз как глагол и всегда связано с черпать воду откуда из колодца и например этот человек начерпал нам воду произносят это сам женщина это черпать воду значит и то и другое связано с понятием подъемом я возвышу ибо ты меня поднял только это разный подъем меня поднял из колодца из бездны на землю а тебя я возвышу с земли до неба вот это два разных подъема которые здесь есть и вот 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 четвертый стих в этом смысле очень показателен хашеем ты поднял меня из вытащил душу из бездны даровал мне жизнь отпуститься в бор бор это на самом деле колодец конечно же слово бор ну колодец только учтите что в наших краях колодцы выглядят не так как в России в наших краях бор это скорее значит резервуар для сбора дождевой воды значит и соответственно поднял меня это вот это дилетание только теперь гаэлита ты поднял меня причем поднял душу мою да конечно я как все пыштанисты как все кто читает пшат регулярно просто там несколько раз в примечаниях пишу что когда мы встречаем слово душа то надо брать комментарий шаягу датраны значит совершенно великий человек у которого есть комментарий гелим и он среди всего прочего пишет что всюду где связана душа подразумевается душа и тело и и это правильное понимание кипша я хочу заметить одну только дело в том что может быть речь идет о болезни душевной о враге который говорится во втором стихе это враг скажем моральный поэтому может быть можно понимать это как речь идет о душе можно понимать но я хочу заметить следующее вот что здесь происходит вот третий стих вот специально в начале четвертый вот в порядке второй четвертый третий тогда смысл будет понятен я возношу за то что ты поднял меня как ведро из колодца да как воду в ведре из колодца ты поднял меня из бездны не дал спуститься в бор не дал мне остаться вот смотрите видите вот мелким шрифтом есть мелкий шрифт это что написано хейтани майор дейбор ты оживил меня из тех кто спустился в бездну это написано читать надо майор дейбор от спуска в колодец но на самом деле это некоторое противоречие потому что смотрите дилетание это значит что человек уже был в колодце и его оттуда выудили откуда мы знаем что он тогда там был из третьего стиха Гошем Гошем мой бог я молился тебе и ты спас меня когда когда я был там и поднял меня оттуда и здесь вот это Рафе исцелил меня естественно как честный переводчик я перевожу основным значением хотя скажем любимый мой Минахи Меири Рабин Меири он просто Меири всегда потому что это самое Рабин Минахи Меири я могу сказать что я у меня к нему отдельное чувство это человек который написал книжку такую крайне многотомную которая была востребована нет ее знали про эту книжку иногда вы хорошо она упоминает бывали ссылки на нее но где-то середина двадцатого века то есть спустя восемь веков написание вдруг неожиданно он стал суперклассиком и его стали его мнения в комментариях к Талмуду стали упоминать всех это человек который умеет потрясающе просто мыслить и в результате сложные вещи умеет объяснить просто очень и в результате Меири стал безумно популярен ну вот вся книжка которая была востребована спустя много сот лет после смерти автора до этого я даже не уверен что она была целиком издана там несколько томов кажется из рукописи пришлось восстанавливать значит так вот у него есть комментарий к псалмам у него есть комментарий к перкиавод магенавод и комментарий к псалмам и он здесь пишет что терапии не были чем меня это надо понимать не буквально а в переносном смысле это может облегчить мои страдания какие бы они не были любого рода страдания все таки рафа да раф рофэ это облегчать его основной это смысл без алофа если поэтому терапии это облегчить страдания выходи меня да неважно какие я страдаю от врага я страдаю от болезни вот теперь наверное можно поговорить и о болезни и о врагах которые упомянуты в начале в диспозиции псалма если автор не пытается объяснить что за враг и вообще больше никогда не касается значит это не важно если враг не говорит о болезни есть псалом о болезни есть псалом о врагах скажем восемьдесят восьмой псалом он о врагах и там кстати тоже молитва но это надо читать это одна из самых жутких молитв которые есть в книге псалмов вот наверное самый жуткий псалом восемьдесят восьмой там безнадежная молитва безнадежная здесь нет здесь нет стороны безнадежности ровно обратно чувства поэтому упоминаю но вот в любой напасти не важно враги не важно болезнь не важно смотрите я достаточно прочел комментариев естественно прежде чем стал выступать количество людей которые говорят что там враги это ецархара это дурное чувство все правильно но я ведь не зря начал с того что псалмы это песня их необязательно это песня это настрой души каждый кто читает псалмы он их может читать по разному соответствую с настроением это может быть буквальные враги это может быть враги в переносном смысле это может быть настоящая болезнь это может быть болезнь сильный дух прокормит болезнь но кто вынесет подавленную душу это Мишлей это мудрейший как сказал Фиги Притч это может быть про это но здесь вот четвертому стиху как бы композиция уже завершена Хашем ты поднял меня из бездны при этом я хочу сразу оговориться вот это Шоль в четвертом стихе который я перевел бездну как честный человек по-моему начиная с перевода Иерониса на латыни это вообще это гиена слово регулярно переводится что из ада я не буду сейчас доказывать что это слово означает бездна и что это место где покоится где находится смертная более того ожидать в книге псалмов упоминания ада это просто ну по-моему очень плохо знать еврейскую библию потому потому что он упоминается одним персонажем а именно Йовом в третьей главе где он подробно описывает как живут безмятежно и ничего не чувствуют покойники и что там все равны и в конце где-то в 35 главе Всевышний иронически спрашивает ты что там побывал что так уверенно рассказываешь что там происходит там не говорится да и нет там говорится с чего ты вдруг стал рассказывать то чего тебе неизвестно и не может быть известно там есть вот такая вот там надо просто знать вот кучу народу который пытается по третьей главе восстановить представление древних о загробной жизни вот это ехидство выступление Всевышнего о тебе откуда знать оно возьмите все-таки это в какие-то ограничения поэтому ожидать книги псалмов упоминания ада буквально я не советую этого не может быть потому что в Библии про ад не рассказывает о загробной жизни никогда не рассказывает и нигде и это тот самый случай который как когда-то меня научили комментарии к ненаписанному просто вопит чтобы это нужно прокомментировать потому что евреи вышли из Египта где про загробную жизнь египтяне рассказывают в дикое количество очень много мы знаем кучу картинок про суд загробной жизни мы знаем книгу мертвых египетскую то есть тема загробной жизни для египтян одна из важнейших кстати сегодня мы знаем что в Месопотамии тоже в Вавилонии вот потом в странах этого ареала евреи только об этом молчат такое вот очень интересно это молчание которое вопит это молчание которое на фоне что все говорят евреи молчат и в Библия молчит очень важный такой момент а что ты поднял из бездна то есть я уже там был и за то что ты в каком смысле молчит вот например сегодняшний мэр извини пожалуйста а вот например даже в недельном разделе Мефес мы читаем сегодня когда Яков когда Яков говорит что вы что моя душа шуола ну так он конечно но мы понимаем что это ужасно сейчас мы еще поговорим об этом но я хочу тут заметить одну вещь единственное место откуда мы понимаем что загромная жизнь есть на самом деле это все обороты в книге Берешит умер и присоединился к народу своему и это говорится про покойных он при жизни же был с народом ответ умер и присоединился к народу то есть вот это единственное место где что-то на эту тему говорится это единственный оборот и говорится он про мертвых я еще раз хочу заметить следующее что есть несколько таких мест Танахи которые мы понимаем ровно наоборот по отношению к тому что сказано про покойных говорится соединился с народом своим а вот например да будет душа его включена в узел жизни в узелок жизни црор это узелок узел жизни ну вот который ну те кто постарше знают как там рухлят всякие связывают простынку и завязывают в узел чтобы при переезде сегодня по-моему никто так не делает уже у нас коробки есть а когда-то это все делали вот мы настолько прибыли лишь это в молитве о покойных что вообще в Танахе это произнесено один раз и произнесено про живого царя это будет душа владыки моего царя Давида в узле жизни это про живого вот по этому поводу я смотрите на самом деле Тара говорит нам очень важную вещь Тара весь Тана говорит нам очень важную вещь главное и этот Псалом кстати повторяет эту мысль главное это то что происходит здесь на земле то что произойдет потом узнаете и это не есть то про что вы живете вот давайте я сейчас немножечко дальше продвинусь и вы увидите как это в этом Псалме все преобразовывается замрула вот восьмой стих он некоторый переобрыл предыдущей диспозиции и мойте Гошему преданной ему я хасид перевожу преданной всегда в библейском тексте и хэсет покровительство вслед за Амосом Хахамом это решение принимаю и мне кажется что это правильно и легко доказывается что именно так это надо понимать это покровительство всевышнего как покровительство сюзерена к вассалу как покровительство владыки к слугам вот этого господин и верный слуга который почти друг вот такое вот отношение это хэсет то благо и покровительство твое будут гердафуны непрерывно родеф это непрерывно повторяться еще одно значение слов родеф не преследовать меня а непрерывно будут кругами повторяться Гошем хочет чтобы все повторялось это произносит мудрейший из мудрец царь Соломон значит по этому поводу пойте Гошему и провозгласите славьте святое имя и опять обратите внимание до ибеда до ибеда и слова замру мы сказали это песня да это мелодия Гошем это имя личное и мои личные отношения с Богом я ему служу мелодией потому что непосредственно душой мелодия это то что идет из души то чего не связано с мыслями это чистые чувства вот что что важно в мелодии в мелодии это чистые чувства это чистые переживания потому что песнь это оформленные слова уже и это уже не столь чисто это имеет свои достоинства все-таки оформлять словами необходимо у нас но намного сложнее это вот эти чувства ГОДУ вот Зехар Качо в Гимаре Псахим четко сказано что Хошем это имя будущего а Зехар Качо это имя настоящего по этому поводу душа устремлена к Всевышнему как недоступный как будущему и будущему и недоступным я не очень люблю слов трансцендентальный как непостижимому чему-то вот куда не добраться но словами Зехар Качо настоящее вот и славти Зехар это вообще Зехар это память но еще Зехар в Ефилии Логаскир это славить тут упоминать к добру значит и далее начинает значит но это автор после того как описывает как его и спасли колодец куда он упал вот это куда он попал где он был вот он был уже то есть спасение уже произошло к четвертому стиху уже произошло спасение пятый стих обращение к собравшимся да по эти Гошему преданное ему славти имя это уже не про него обращение к собравшимся как бы или к провиденциальному читателю да провиденциальному слушателю будущему возможному слушателю значит и далее следует совершенно фантастический стих ибо момент в гневе жизнь Хаим Берцуно жизнь по воле его утром заснув засыпаешь в стихах а утром радость значит вот как это понимать есть много комментариев к этому месту я выбираю и оно мне пизуно нравится этот комментарий в книге Кетер Шемтов это комментарий Раби Исраэля Баал Шемтова в этой книге особо на комментарии Раби Шемтова Исраэля Баал Шемтова имеется в виду были другие да значит и он и у него явно совершенно в голове славокадюша Баалмад Ибрак Ирусей Ируты в мире который он создал по воле своей в соответствии с желанием своим жизнь это его желание поэтому гнев на живых не может быть долгим не может быть постоянным потому что это противоречит самому принципу создания Вселенной это противоречит самому принципу создания нас поэтому гнев его на мгновение а жизнь Хаим переведено здесь любовь ну наверное жизнь все-таки понимаете а жизнь на всю жизнь очень непонятный будет перевод жизнь по воле его дело в том что Ларацот имеет второе значение которое здесь обыгрывается Ларацот это принять с удовлетворением по этому поводу жизнь это давлеет ему да сейчас слово давлеет просто люди слово давлеет в русском языке оно однокоренное к слову удовольствия в отличие от вот кто многие думают что слова давить нет а слово удовольствия и ему ему давлеет жизнь ему жизнь доставляет удовольствие поэтому гнев его только на мгновение и вот теперь начинается вторая экспозиция собственно экспозиция всего псалма это вот эти вот эти три стиха шестой седьмой и восьмой это центр всего псалма я сказал когда пребывал в беззаботности своей не споткнусь никогда и вот теперь обратно хошем по своей воле ты поставил меня на мощные горы когда ты скрыл лицо от меня я объяв меня ужас вот это важно я не был в ужасе а гая в библейском ибрите тем более в книге псалмов это активный глагол это не русский временной указатель это очень активный глагол я превратился в ужас объяв меня ужас именно так я не стал и не был ужас сон не был в панике да а именно превратился вот я хочу заметить следующее десятом псалме злодей произносит хвастается злодей удовлетворенной вожделениями души своей хвастается вор говорит в сердце своем не споткнусь из поколения в поколение не будет не зла вот вот тема которая была и эта тема остается навсегда тема когда человек удовлетворен достигнутом положении вот скажем пропаги на тему этого псалма всегда где это появляется вот этот вот стих аниамарте бешалви когда человек достигает замечательного положения шалва покоя он думает что это навсегда и более того он думает что это я достиг я я выстроил себе благополучие долго я вот что происходит после вот этого я выстроил вот здесь начинается то с чего начался псалмом я попал в яму я попал в яму Ецергора в яму событий попал под гнев потому что забыл вот это Гошем это ты по воле своей поставил меня на твердым то есть вытащил из ямы и поставил гарарей ос появляется положенность яме которая была в начале стиха в начале псалма это ты это от тебя гестарта панех евгалу гаити не вгаль значит это гестарта паним Гошем отвернулся и здесь опять совершенно волшебная и позиция всего тадаха что благополучие от Всевышнего вот здесь я хочу заметить что вот этот вот этот стих который не споткнусь оно кроме того что это злодей произносят есть еще пару вещ значит например в 62 псалме он твердыни моя не споткнусь в прошлый раз я упоминал стих из 16 псала Швити Хошем Ленегди Томит я представляю Всевышнего всегда передо мной но там есть продолжение Кимимин Кимимин Баль Амот что благодаря его деснице я не споткнулся можно еще привести примеры но вот это не споткание пребывание в благе потому что это от Всевышнего вот это ощущение оно безумно важно и вот в тот момент когда Всевышний обратит внимание Естарта Панеха это отвернулся ты отвернулся от меня ты не послал мне беду нет ты отвернулся прекратил мне помогать и я пришел в ужас что в отличие это нормально для человека это может быть предосудительно но нормально что благополучие человек считает что так и должно быть и в результате забывает от кого это в тот момент когда отворачивается Всевышний вот беда это когда отвернулся не когда послал беду а просто отвернулся ну и что-то и вот тогда я понял к тебе позвал господину моему умолял Эдханан вообще огромное количество комментаторов которые говорят это не граше есть что Лыгидханэн это просьба попрошенничать просьба дать что-то бесплатно хинам корень и дальше следует совершенно фантастический стих где автор начинает просто совершенно потрясающую торговлю вот совершенно в еврейском стиле ма бе цебе дами какая тебе всевышняя выгода то ли вот тут дами не очень понятно как понимать дело в том что слово дам или дом имеет два значения кроме значения кровь и может быть имеется в плоте кровь при этом потому что дам гуганэфэш кровь это душа это может быть еще молчание вот 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 почему я сейчас я покажу какая выгода если я буду молчать спустившись в могилу потому что прах не благодарит тебя прах кто пребывает в могиле не говорит об истинности твоего существования и почему молчание может быть я не знаю дело в том что здесь специально двойное значение и автора какая выгода если я замолчу хочу заметить я к тебе позвал я тебя умоляю какая выгода тебе если я замолчу последний стих чтобы петь тебя и не умолкать вот там совершенно точно стоит умолкать по этому поводу вот эта отсылка отсюда сюда вот такая отсылка хитра она незаметная но она ей она ну ее надо уметь увидеть какая будет тебе выгода если я замолчу потому что покойные тебя не славят и не признают тебя на земле по крайней мере вот что здесь в крови моей пролитой не дует в том что я умру ежели я умру то вообще надо сказать торговля довольно фантастическая потому что а что твое обещание чтобы я тебе пел это то что ты можешь пообещать Всевышний от всей души замар пение 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 от души ответ ну да а что еще у меня есть чего у меня есть чего у тебя нет тебе не нужно ничего нас тем не менее зачем ты человек тебе нужен поэтому я предлагаю что есть как вы помните Моше вполне спокойно торговался Всевышним пытаясь объяснить ему ну зачем уничтожать народ Израиля вот эта торговля то же самое вот эта классическая торговля Авраама Всевышнего которую ставят вину Ноаху ставят то что он не стал торговаться за спасение земли а пошел послушно строить ковчег Авраам напротив когда ему сказали что Содом и Амор сейчас уничтожил он начал торговаться безумную торговлю по поводу сколько праведников спасут город сторговались на десяти но там ну такая торговля ну такой базар был ученен и причем я хочу заметить что святая книга этот базар передает как объект для подражания здесь чтобы я тебе пел что может предложить этот человек который читает этот псалом чтобы пел тебе будь мне помощи ты превратил не спеди и мой траур в ликовании махоль это танец вообще-то но танцы во время траура танцы никогда по всему востоку не бывает траурных танцев по-моему ну по крайней или по ближнему востоку в среднем тоже а в дальнем я не знаю ничего просто какие там у них обычаи и дал мне это зреда семха опоясал меня весельем буквально зор не буду входить сюда дал мне опоясаться весельем почему чтобы пел тебе кого-то а сами твои естественно построены на комментаторов которые здесь может быть и это достаточное количество других комментариев моя слава мой кого-то это же еще мой вес чтобы все чем я владею пела тебе и не умолкала хошем хошем мой бог всегда буду на век благодарность тебе всегда буду благодарить тебя словами вот буду петь кого-то это печенье вот если хотите это слово буду петь печенью а благодарить словами вот вот такая значит и еще раз я хочу вернуться к первому вопросу все это здорово понимание что благо от всевышнего как отдельный дар и что нельзя считать что благо оно дается само по себе это прекрасно это правильное чувство так и должно быть то что за это следует всеми потрохами петь петь она оттуда благодарность это да то что тот кто не умеет петь хоть пусть попробует сказать лучше песни конечно же ну в смысле стихами но кто умеет кто что умеет тот пусть то и делает вопрос причем здесь новосель я хочу вернуться к этому замечательному вопросу что здесь новоселье я хочу заметить что понятно что все честные евреи когда управляют новоселье читают именно этот псалом почище написано для новоселья его надо читать когда еще его читают вот в Масаке Цмахот есть такой он поздний написано что в Хануку его читают ну естественно потому что написано Хануку как бы но у нас есть один совершенно фантастический источник а именно Мишна где написано следующее где описано событие которое происходит в храме значит и описывается явление в храм когда народ приносит первые плоды значит флейтистый то есть орхестер идет впереди пока не доходят до храмовой горы как дошли до храмовой горы даже царь берет корзинку на плечо и вносит в передний храмовый двор когда входят в передний храмовый двор левиты начинают петь арумимха ашемки делитани арумимха ашемки делитани кило самахто и вайли то есть во время приношения первых плодов читают именно этот псалом и вот это очень важный момент дело в том что здесь говорится о том что делают левиты в храме то есть это свидетельство за много мишна это где-то 220 год вот окончательное ее подведение черты составлена она из очень древних мишнаед это храмовая это храмовый источник ежели вот какое отношение тогда у меня вопрос какое отношение первые плоды имеют к нашему псалу и это поют левит это означает что все собравшиеся в храмовом дворе пусть даже не понимают но чувствуют связь между вот нашим псалмом о спасении за которое человек собирается петь и приношением первых плодов пусть даже не понимают чувства и замечу это даже не хазаль вот это установление псалмов которое будет в храме это даже не хазаль это намного раньше это коины это священники храмовые определяют такие вещи они такие вещи лучше чувствуют это левиты такие вещи в таких вещах разбираются они считают что есть связь какая то есть они видят эту связь то что мы не видим ее это наш дефект немножко подумав мы обращаемся к истории с приношением первых плодов книги дворим и приди к священнику идет описание первых как приносят первые плоды и возьмет священник корзину с первыми плодами из своей руки и поставит ее перед жертвенником Хошем и ты скажи следующее арамейцем скитальцем был мой отец спустился в Египет и стал там народом великим но худо поступали с нами египтяне арамейцем и и возобили мы господу богу отцов нашим и услышал Хошем наш голос обратите внимание на наш псалом когда-то скрыл от меня лицо тебе Хошем возвал тебя умолял ну и ты превратил мой травм в радость то есть уже какую-то связь мы видим и вывел нас Господь из Египта и привел в это место и даровал нам землю текущим молоком и медом и вот я принес тебе первые плоды дальше там говорится и радуйся еще раз что это там делает что там делает наш псалом то есть мы уже видим какую-то перекличку но значит по поводу вот этих того что описано в этом псаломе есть старый спор очень много комментариев их много что ханукат габайт имеется в виду ханукат ханука что написано в связи с новосельем храма здесь естественно все это это медраши просто это талмуд медраши но по этому поводу сразу же вопрос но Давид не строил храм он не участвовал в ханукат этот храм это делал шламо и по этому поводу в талмуде есть что мечта не остается без вознаграждения Давид так мечта построить храм что песнь в честь первого мероприятия в храме назвали его честь шламо назвал либо по другому что ему позволили написать песнь в честь будущего храма все это хорошо но пшат не очень второй вариант он приводится у Ибнезры который говорит что имеется в виду новоселье которое праздновал Давид в Бейтаразим во дворце кипарисовом дворце кедровом дворце извините во дворце ливанских кедров в кедровом дворце и что речь идет именно об этом мероприятии он по этому поводу говорит что он перед этим царь Давид болел Ибнезр говорит и вот болезнь здесь упоминается поскольку поскольку ну чисто случайно он там болел это исторический факт и опять что-то не то опять что-то не получается я даже знаю почему не получается вот давайте еще раз кое-что покажу и может быть сразу станет ясно ну не сразу а вот теперь этот документ да я открыл правильно а вот теперь представим себе нам сказали мизмор вот что такое для нас новоселье мы жили в одном доме переехали в другой дом новый этап жизни регулярно для ежели это свой дом а Ханукат Баэд новоселье это как правило в своем доме я как-то вот не помню что в своих там 14-15 переездов в жизни я отмечал Ханукат Баэд потому что все это временное жилье где-то там снимаем значит но как бы мы переехали из дома в дом но нам вот заголовок требует правильно поставить свет на этот псалом и читая то что здесь говорится давайте поставим правильно свет представьте себе что это не переезд из дома в новый дом и да и Ханукат Баэд для нас когда наконец мы въехали в свой дом Ханукат для Баэд это начало новой обеспеченной жизни что наконец из мальчишки подростка молодого парня я становлюсь гвих становлюсь балабос я становлюсь человеком да а вот теперь это главное а вот теперь все то же самое только попробуйте представить Ханукат Баэд бездомного бомжа homeless да как-то еще сказать на иврите homeless да представьте себе Ханукат Баэд бомжа вот он спал под мостом в пещерах в резервуарах где было удобно и вот теперь читай вознесу тебя Хошем за то что ты возвысил меня я молился тебе и наконец ты исцелил меня ты поднял меня из глубин где я жил ты дал мне жизнь ты поднял меня из тех кто живут в колодцах в резервуар в ой на этих самых как они там где там где пар идет где регулярно бомжи пытаются зимой надо это самое и над этими штуками а да на теплотрассе ты поднял меня ночью я ложился плакать а теперь утром вот новоселье вот радость я я когда говорил что теперь когда я находился когда-то не все же были бомжами когда-то многие бомжи жили дети бомжей это редкость некоторая да я сказал что никогда не споткнусь ты Гошем вот это новоселье поставил меня на твердыню гороры ос тебе зову тебе молил какая польза вот квади и вот теперь ты мое не спади убрал с меня в ретище вот то как я жил этот хомлес ламан изомруха кавод вот теперь кавод кавод это вес человека материальный часто я теперь в доме вот вот как только вы ставите вот этот свет что это песнь небогатого человека который приобрел себе новый дом а человека который с теплотрассы переехал в дом то тогда например загадка почему хор левитов именно этот псалом поет когда приносят первые плоды так как мы вспомнили что я был скитальцем мой отец был арамейцем потерянным потерянным в степях там где-то арамейцем и в Египте мы были пришельцами и ты нас вывел и дарвал нам землю и вот здесь идет псалом о бомже получившем дом вот что это тот делал вот и вот по мне так очевидно что этот псалом в Бекуриим делает именно эту функцию это песнь бомжа обрезшего дом по этому поводу уж ежели добивать тему хочу заметить что конец приношения Бекуриим первых плодов как раз Хануко Хануко приносят масло ну оливки на самом деле естественно но зачем храму оливки оливки нужен храму нужно оливковое масло для того чтобы для освящения в основном ну в основном просто для освящения для миноры и всего освящения поэтому Хануко Хануко последние плоды которые приносят в храм это Хануко связь с Ханукой это конец Бекуриим и замечу это Мишна вот в Мишне Хануко упоминается один раз два раза второй раз тоже не по этому поводу один раз что Хануко последний момент приношения Гокуриим как раз в том же трактате где вот эта песня которая указана надо петь и это связь по этому поводу конечно я опять могу рассказать теперь ежели мы хотим повернуть это в честь построения храма и начала действия храма то теперь понятно то это легко разворачивается в эту сторону что без храма мы как бы бездомные шахина бездомна мы бездомные в общем пока Игнезер не зря замечает что слово байт просто дом в Танахе может означать байтимикдаш святой дом то есть храм и то есть это некоторый конец бездомности которые здесь есть и я думаю что это правильное чтение и оно предусмотренное пшатное чтение это именно вот так надо этот псалом и мы понимаем почему его почему это безморхану как обаит почему это можно отнести к храму конечно ну и естественно в каждодневной молитве когда мы читаем этот псалом то это нам напоминание что не споткнусь что благополучие оно вот это я не споткнусь правильно ты мой оплот и поэтому я не споткнусь я представляю тебя рядом со мной и поэтому поддерживанный рукой твоей не споткнусь это правильно это правильно это в каждодневной молитве то что это призвано напомнить ну и дальше идут всевозможные хасидские проходы которые я не буду сейчас рассказывать по-моему и так слишком много всего я рассказал и собираюсь на этом где-то и заканчивать ну вот как-то так окей замечательно очень интересно народ вопросы да если можно спасибо большое вот конец у меня вопрос вот какой конец четвертого стиха там где слово мерди там оно два раза у вас написано один ну вообще вот этот немножечко если можно пояснить потому что в моем Тагилиме такого нету у вас наверное молитвенный у вас молитвенник да у вас Сидур Тагилим нет у меня Тагилим перевод Хаскелевич под редакцией бронюмера внизу страницы должно быть примечание креуктив оно называется примечание значит есть несколько мест в Танахе где стоит пометка креуктив значит написано то-то читать надо так посмотрите посмотрите там снизу нету вот примечаний снизу мейердик либо мейердейктив или мейердик гри что-нибудь в этом духе должно быть такое примечание снизу должно быть но просто что это так почему тут дважды и почему один мелким шрифтом я могу сказать что дело вообще существует вещь которая называется ну значит есть пшат и драш я посмотрел по этому изданию снизу я не различаются ага понятно я вижу значит фокус в том что у вас я правильно понимаю что у вас вот это издание Массат Равкук дело в том что вы можете посмотреть там нет у меня Шамир значит там над этим словом стоит звездочка или кружочек регулярно это пометка о разночтениях в этом издании они не приводятся а приводятся только как читать а где-то вот в каком-то издании первоначальном там сзади были сноски их убрали в этом издании просто значит ситуация выглядит так первое выглядит значит в некоторых случаях написано одно читать надо по-другому это постановление Массора дело в том что сказано что проклят всякий кто вносит исправление в книгу это правило значит даже если тебе кажется что-то неправильное ты не имеешь права исправлять чужую книгу ты можешь поставить метку на полях пожалуйста ты можешь не согласиться но ты не имеешь права вычеркнуть и написать как тебе кажется по этому поводу до Массоры дошла вот эта версия написания с вавом и с вавом мы йорди или мы йорды так как у них есть устная традиция как это надо читать то они не стали исправлять по тексту этот вав оставили его как есть а рядом поставили пометку читать так то я могу вам показать издание с Массорой там будет на полях пометка читать так не как написано а как надо читать значит и значит по этому поводу в огласованных текстах часто пишется именно как у меня с того места где я скопировал это пишется или так делается двумя разными шрифтами показывают как написано и как проник значит вообще есть спор по поводу очень долгий разговор по поводу еш эм лэкрия еш эм лэм ассор какой смысл главный тот который написан или тот который мы читаем есть правило как читать слух это устные правила я хочу заметить что огласовки и прочие прелести это правило устной традиции как правильно это должно читать по этому поводу в некоторых случаях я могу привести несколько таких случаев где ясно что исправление как надо читать связано с тем что публике широко не стоит это слушать поэтому правило как надо читать вот так это место читать их очень мало таких два или три случая всего как правило но есть регулярно много комментариев построены на разнице как написано и как читается книги псалмов регулярно комментарии даются на оба слов в этом месте мало таких комментариев но например есть два по-моему места книги псалмов где написано ло с аллафом нет и стоит по меткам ассора читать надо ло читать надо ему с валом как будто написано и там обычные комментарии и то и то то другой смысл оправданы что как бы двойной смысл подразумевается по этому поводу что обоснованы оба текста но мы читаем вот так вот традиционно в публичном чтении мы читаем так именно это здесь и написано мы ерди это не мы 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 ерди это прошедшее время ты оживил меня от моего от того чтобы я попал в колодец то что написано мы ерди от соскользания в колодец то есть ты оживил меня не от того что было в прошлом а от состояния падения здесь вот такой появляется акцент что ты спас меня не в конце пути когда я уже оказался на дне и вот протянул веревку вот что такое дала вытянуть ведро это веревка спущенная с неба к которому привязано ведро и оно подымает это веревка с неба спущенная а в том как написано майор динь то я как бы соскальзываю я еще не упал я ты меня удержал от падения есть другой смысл и тот и другой очень хороши но психологически я понимаю почему массора считает правильным именно прошедшее время ты позволил мне выйти а не спас от преткновения как бы мне кажется что это психологически правиль но оба смысла оба смысла следует иметь ввиду в таких случаях обычно и всюду где вы видите разницу между криюхтиф нужно внимательно смотреть на то что ктиф на то что написан потому что очень часто вот то что написано тоже очень существенно это другое чтение немножечко но оно обосновано как бы это бумажники но вот как сегодня где дамы может быть моя кровь то есть жизнь а может быть мое молчание какая тебе польза в том что я буду молчать или какая тебе польза будет если я умру ну вот где-то вот так спасибо окей мне кажется вопрос исчерпан у меня такое ощущение ну хорошо что еще победу израиля спасибо заканчиваем на этом будем молиться понимать и спрашивать у мера взывать к всевышнему и спрашивать у мера ну хорошо всем счастливо пока спасибо всем всего доброго всем счастливо пока мерь спасибо